Приветствую вас на австрийском канале Гармония в Австрии Сейчас мы с вами находимся в Голлинге Боже мой, какая у нас жарища Взяла себе мороженое Какое-то йогуртовое мороженое Стоит оно 1 евро 20 центов Смотрите, как щедро мне Положили практически два шарика Извините, что кушаю перед вами Но очень кушать хочется Потому что с утра ничего не ела Сейчас ходила к врачу Хотела сдать кровь Поэтому на голодный желудок С вами общаюсь Кровь мне сдать не удалось Опять, как всегда, про медицину в Австрии Работает сегодня врач до 12 Я пришла специально попозже Чтобы не сидеть с больными людьми Которые будут там на тебя чихать Кашлять Пришла попозже Пол 12 Думала, сдам кровь и пойду домой Ну и тут-то было Говорит, а уже кровь отвезли в лабораторию Все Приходите теперь на следующей неделе Во вторник Ну так Кто не успел Тот съел мороженое Так что часы работы до 12 Еще ни о чем не говорят В 11 часов здесь все уже может закончиться У меня здесь был знакомый зубной врач Который работал здесь на кранкинг кассу Он говорил, такая лафа Ни фига не работаешь Приходит к тебе один-два пациента в день И то бывали дни, когда никто не приходит Работал он в Халяне летом Говорит, когда жаркая погода Я ездил в бассейн плавать Медсестра говорит Ну что вы, доктор, здесь будете сидеть Париться Езжайте Купайтесь Загорайте А, у него там вроде бы карточка какая-то была Он ее просто медсестре оставлял Чтобы она Когда будет сама уходить Я его карточку просканировала Вот так А работать, ребят, всего ничего С 8 до 12 И то они даже это время высидеть не могут Ну не могут Надо им покупаться, позагорать А зарплата у врачей Ого-го какая, ребят Вообще Зарплата у врачей здесь зависит от стажа Чем больше у вас стаж Чем опытнее вы Тем больше вы здесь будете получать Ребят, такая жара Посмотрите, как быстро мороженое тает Мне кажется, сейчас тридцатка Я по интернету посмотрела Написано плюс 25 Ну нет, ни хрена Плюс 30 точно Мороженое очень быстро тает Вот Зачем я ходила к врачу? Зачем я опять даю кровь? Ребят Просто ужасы, ужасы творятся в этой Австрии Один ужас за другим Помните, недавно я выложила вам видео на YouTube Как я ездила на озеро Было два видео О замке, который стоит на озере И о самом этом озере Ребят, был единственный день Когда я вырвалась из дома И куда-то съездила Чуть-чуть что-то посмотрела Чуть-чуть отдохнула А? Отдохнула В общем, в этот день На этом пляже, который я вам показывала На меня напал клещ Прямо на моих глазах, ребят Эти клещи в Австрии Они тут просто повсюду У каждой медали есть две стороны Такая прекрасная природа в Австрии Да? Гуляй не хочу Горы, озера Купайся не хочу А вот Сходила один раз Покупалась У меня нет прививки от клещей Вообще, ребят, здесь все в Австрии делают Прививки от клещей И живут спокойно, наверное Не знаю У меня прививки нету Почему я ее не сделала? Ну, во-первых, я не придала Какого-то Такого сильного значения Такому событию Как клещи в Австрии Ну, знаете, читала по интернету Да Клещи опасно Переносят всякие болезни Но, как говорится, пока гром не грянет Русские не перекрестятся Расскажу вам Как на меня нападали здесь клещи в Австрии Первый раз на меня напал несколько лет назад Я пошла в горы Гуляла Спокойно Никого не трогала Пришла домой И, кстати, не сразу его заметила Наверное Заметила я его только в душе Смотрю, что-то такое у меня на коже Вроде бы родинки там не должно быть Да и по ощущениям было не похоже на родинку Ну, твердый клещ А родинки, они мягкие Думаю, что это такое Посмотрела Ребята, и впала в такой шок Просто в шок Знаете, когда вы видите клеща Ну, я не знаю, как вы Кстати, напишите Кусал ли вас когда-нибудь клещ Вот меня уже второй раз укусил Я просто в этот момент впадаю в шок И забываю абсолютно обо всем Что нужно делать Первое чувство Это очень сильный испуг Потому что эта херня У вас находится наполовину под кожей Вот, потом После этого Первая у вас реакция защитная Вы хотите эту хрень вытащить У себя с подкожи У меня, знаете, достаточно длинные ногти Я его схватила ногтями И выдернула Выдернула Потом с испугу бросила его в туалет Потом, когда шок уже прошел Зашла в интернет, ребят, почитала Радится, я все делала неправильно Первое Его не нужно вытаскивать ногтями А его нужно вытаскивать пинцетом Но, естественно, когда вы стоите в душе И вы видите ключа То первое, что вам приходит на ум Это не пинцет Второе Даже если мне удалось его подцепить Своими ногтями То Его нужно было сначала повернуть Против часовой стрелки И таким образом Он бы сам стал как бы Поддаваться Тому, чтобы его вытащили Я его никуда не поворачивала Просто выдернула И все Третья ошибка Я его бросила в туалет Потом я почитала Что клещи не тонут в воде То, что я его спустила в туалет Это не означает то, что я его убила Короче, ребят Все я сделала неправильно А что вы думаете? Я это все прочитала, да? Типа, я знаю теперь Как это все нужно правильно делать Но Когда на меня напал Очередной клещ Ребят, вы думаете Я что-то правильно сделала? Все сделала опять неправильно И еще хуже Чем было в первый раз Как это случилось, ребят? Это все произошло на моих глазах Я выхожу из этого озера Иду по траве На газоне у меня лежит Мое полотенчико Газон очень коротко подстыкнул Подстрижен Я слышала, что Эти цеки Это по-немецки так называются Клещи Цеки Они живут в высокой траве Здесь была коротко подстриженная трава Тем не менее Видите? Они живут и в такой траве Но это был Такой маленький клещ Ребят, я села на свое полотенчико Которое у меня было расстелено на траве Взяла телефон Позвонила подружке Мы болтаем Вдруг я вижу на своей ноге Вот это маленькое противное существо Один-два миллиметра Ребят, такой крохотный Это был, наверное, ребенок Этого цеки Я, естественно, бросаю телефон Пытаюсь его опять вытащить ногтями Ребят, я просто неисправима Ногтями у меня его подцепить не получилось Потому что он совсем крохотный Ребят, ну один-два миллиметра, не больше Тут я вспоминаю Что у меня в рюкзаке лежит пинцет Для выщипывания бровей Я достаю этот пинцет Ребят, ну пока я достаю этот пинцет Я вижу, как эта хрень Вот так вот, очень-очень, вот так быстро-быстро-быстро Орудует своими лапками И своими зубками Пока я доставала пинцет Он у меня уже был наполовину под кожей В общем, ребят, пинцетом Даже пинцетом мне его не удалось подцепить Потому что он был очень маленький В результате Я его просто этим пинцетом сломала пополам И его головка осталась у меня под кожей Ребят, это трындец Это просто трындец Я его пыталась вытащить пинцетом Из-под кожи Эту головку Эти лапки, которые там остались У меня, естественно, ничего не получилось Я опять залезла в интернет Читаю, что я сделала все неправильно Что это все просто караул и ужас И что мне нужно быстрее бежать В клинику Или ехать домой И там пробовать вытащить этой иголкой Короче, до дома мне было ехать далеко А клиника была здесь рядом Ну я, в общем, на этом пляже Ноги в руки, оделась И поехала в клинику, которая находится в Шварцахе В Шварцах импонгао Он приехала в эту клинику Подошла на регистрацию Говорю, вот на меня напал клещ И у меня половина клеща под кожей Они меня зарегистрировали Приняли меня буквально через 5 минут Спрашивают в кабинете уже, что случилось Я говорю, ну вот на меня напал клещ Я его пыталась вытащить щипцами Но он у меня сломался, клещ И половина осталась под кожей Что вы думаете, они сделали? Давайте, пишите ваши варианты Что сделали австрийские врачи Когда узнали, что у меня под кожей часть клеща Они достали ватку, ребят Побрызгали ее спиртом И протерли мою ногу Все Вот такая медицина в Австрии Блин Ногу протереть спиртом я бы и сама могла Купила бы он какой-нибудь в супермаркете Одеколончик или что-нибудь такое дешевенькое Или даже какие-то спиртовые салфетки И сама бы протерла Но тем не менее, они меня зарегистрировали Потом они сказали Подождите, пожалуйста, в коридоре Мы вам сейчас вынесем какие-то бумаги Я сидела, ждала Они мне вынесли бумаги Что они обработали мою рану Что они мне объяснили Все симптомы, все последствия укуса Что они мне все показали, все рассказали Естественно, они мне ничего не рассказывали Не показали В общем-то, прием в этом кабинете Длился не более 30 секунд Из которых 25 секунд Я объясняла, что произошло И 5 секунд им хватило на то, чтобы они обработали мне Вот эту ранку Блин, у меня там такая дырка, ребят, образовалась Все чесалось, болело Была эта точка красной Сказали мне эти бумажки отнести На следующий день к терапевту Зачем? Ну, зачем? Чтобы просто скосить бабла Со страховой компании Я думаю, что взяли они не меньше 50 евро За то, что они мне ногу протерли спиртом Пошла к терапевту Ну, этот зарегистрировал мой укус Сказал Приходите через месяц, по-моему Или через два, ребят, точно не помню Сделаем вам эту Прививку Прививку от клещей Я говорю, как прививку, говорю А лечение какое-нибудь будет? То, что я в интернете прочитала Ну, на наших российских сайтах Сразу же после укуса клеща Нужно выпить таблетку Содержащую йод Название я вам оставлю В описании под видео Либо сейчас вот здесь вот напишу Вот, нужно выпить вот эту таблетку Она повышает иммунитет И потом нужно пить два вида антибиотиков Ну, кто-то пишет Не нужно сразу пить два вида антибиотиков Нужно подождать И только когда вы сдадите кровь И у вас обнаружится эта болезнь Тогда нужно пить антибиотики Кто-то пишет, чего ждать Нужно как можно раньше начинать лечение Этими антибиотиками Здесь, короче, никакого лечения нету Ни иммуностимулирующие таблетки Ни антибиотики, ничего Он сказал, у меня под кожей все еще этот клещ И у меня там болит Он сказал А, ничего страшного Головка сама выйдет Ну, поболит и пройдет Приходите, говорит Через неделю Там посмотрим Я говорю, ну, может быть, вы сейчас посмотрите Что у меня там А чего сейчас смотреть? Сейчас ничего не будет понятно Приходите через неделю Если у вас нога посинеет Я такая, что, нога посинеет Ну, да, говорит А если не посинеет Если просто будет красное пятнышко То вообще можете не приходить Приходите, вот, через месяц Или через... Делаем вам прививку от менингита Почему-то от менингита Наверное, здесь в земле Зальцбург Менингитные клещи Я ему говорю, вы знаете У меня вообще-то никогда не было прививок С детства у меня были прививки Противопоказанные Он говорит Почему? Я говорю, потому что я родилась с диатезом Он говорит А вы знаете, эта прививка Не имеет никакого отношения к диатезу Ну, ребята Я, конечно, не стала ему объяснять Что, когда человек уже рождается С каким-то заболеванием Значит, у него пониженный иммунитет Этот пониженный иммунитет Не может справиться с прививками Да, с болезнями Которыми вас пичкают Через эти прививки Вот, это я все ему не стала объяснять Потому что, знаете Я уже для себя твердо поняла Что российская медицина И австрийская медицина Это два каких-то совершенно разных полюса Но, возможно, на это есть какие-то причины Есть для этого основания Возможно, организмы европейцев Не такие, как организм россиян Вот хотите, я вам покажу Как у нас трактор поле обрабатывает Вот, ребят, скосили травку И сейчас эту травку нужно перевертывать Несколько раз Чтобы она подсохла И потом ее соберут Кстати, вот это поле Очень редко обрабатывают Смесью мочевины и навоза Поэтому я здесь люблю ходить Редко, может быть, один раз за лето обработают Поэтому, видите, не очень много травы А там, где поля обрабатывают мочевиной В перемешку с навозом Там трава растет, как бешеная И вот потом, видите Их скатывают вот в такие целлофановые мешочки Зимой сюда приходят олени Вот из этого лесочка И разгрызают вот эту полиэтиленовую пленку И питаются вот этим сеном Хотя, конечно, это сено припасено Не для оленей, а для коров Так вот, ребят, вернемся к лещам В общем, ничего у меня не посинело Прошел месяц Долго у меня эта рана заживала Естественно, да, это голова или ножки Вышли сами Сначала там все нагноилось Потом наросла корочка И потом эта корочка оторвалась Вот, но все равно У меня там, ребят, осталась дырка И достаточно серьезная Не знаю, мне чем-то ее надо, наверное, мазать Вот, ребят, очень страшно Нужно сдать кровь на всевозможные болезни Конечно, эту прививку я делать не буду Потому что у меня врожденно слабый иммунитет Нужно просто сдавать кровь А знаете, я еще купила специальные щипцы Для вытаскивания этих гадов Щипцы эти от клещей Немного отличаются от обычных щипцов Которыми мы выщипываем брови А купила я их потому, что, ну, видите Этими обычными щипцами Можно просто раздавить клеща и все А те какие-то более адаптированные под клещей Вот, стоили эти щипцы 11 евро Очень страшно Конечно, когда читаешь об этом в интернете Что кто-то заболел, кто-то заразился Все это как-то, знаете, далеко, так далеко от тебя И ты не придаешь этому особого значения Но когда это случается с тобой Или с какими-то твоими близкими знакомыми К нам в гости приезжал друг моего мужа И он заразился этим болерулозом Как-то так эта болезнь называется На Б Я вот здесь напишу Ребят, я посмотрела его фотографии До укуса клеща Я просто не узнала этого человека Это два абсолютно разных человека Там, до укуса Он весил около 100 кг После укуса Я не знаю, сколько он весил, ребят Но это реально кожа до кости Очень сильно это отразилось на его нервной системе Он постоянно был в таком нервном стрессе Учащенный пульс Очень высокий пульс Высокое кровяное давление Конечно же он сидел на антибиотиках Делал там переливание крови Ребят, ну просто ужас И когда он к нам приехал в гости У него случился какой-то очередной приступ Он тут у нас в гостях Чуть коньки не отбросил Мы его возили в соседнюю клинику Там его госпитализировали Он там был один день А потом жена приехала за ним из Словении И повезла его домой Очень страшно, когда вы видите Что может сделать вот этот Один-двухмиллиметровый гад Вот, ребят, такая красивая природа Но очень она опасна Опасна Мы, россияне, не прививаемся от клещей Потому что в Москве у нас клещей нет Какие клещи-то? У нас в Москве, по-моему, одни тараканы И то, наверное, уже и тараканов нет Вот И, конечно, когда мы приезжаем В Австрию В отпуск Эх, ребят, должны мы быть на чеку По крайней мере, всегда носить с собой Вот такие вот Щипцы от клещей И прочитать заранее в интернете Что нужно делать, когда Клещ вас укусит Да, его нужно взять специальными клещами Его нужно поворачивать против часовой стрелки Его нужно полностью вытащить Полностью Чтобы там не остались ни лапки, ни головка А вытащить, ребят, его достаточно проблематично Потому что у него Ну, такие зубки, такие лапки Которые прям как ёрш впиваются вам под кожу Очень сложно его вытащить После того, как вы его вытащили Нужно поместить его в баночку Эту баночку отнести на анализ Чтобы проверили, заразный этот клещ или нет Но честно вам скажу Я не знаю, делают ли эту проверку здесь, в Австрии У нас в России, походу, делают Потому что на наших российских сайтах так написано Здесь я не слышала, чтобы кто-то носил клещей на проверку Так что, если вас клещ укусил Ну, не знаю, попробуйте, отнесите Видите, я, как в интернете было написано Побежала в клинику Чтоб мне извлекли клеща И что, извлекли его, что ли? Нет, просто спиртиком протёрли и всё Вот, сразу купите вот эти таблетки Которые у нас в России продаются Какое-то наше российское ноу-хау Сразу после укуса, как только вы обнаружили клеща Нужно сразу выпить эту таблетку Она безвредная, просто иммуно-активизация Просто активизация вашей иммунной системы Вот, возите с собой эти таблетки Ну, не знаю, можно ещё, наверное, какой-то спрей купить Для животных, да, от клещей И этим спреем брызгаться Ну, не знаю, насколько он помогает Ну, может, помогает Хотя, конечно, не хочется, да, свою кожу травить Всякой химии Вот, ребят, в следующую неделю иду Опять сдавать кровь И потом, наверное, через недельку Сделаю вам какое-то видео о себе любимой И расскажу вам, что показали эти анализы Инфицированы я или нет Энцефалит, болерулоза Как-то так И менингит Вот такие здесь заболевания бывают от клещей Кстати, если здесь клещи кусают собак и кошек То ветеринары к этому относятся абсолютно спокойно Они говорят, что на животных эти клещи никак не влияют И животные этими болезнями, вот этими опасными болезнями не болеют Так что животные могут спать спокойно Хотя Вот эта вся болезнь, которая сейчас укузи Она началась в точности после укуса клеща Его укусил клещ Нажрался его кровью Он был такой огромный Очень много насосал Мы его заметили только, естественно, тогда, когда он уже насосался кровью и распух Вытащили этого клеща Обработали ранку йодом Но, ребят, вот нам сказали, что ничего страшного Но после этого у него началось развитие панкреатита Клещи здесь в Австрии очень страшная сила Берегите себя, не болейте Увидимся в следующем видео Пока